привет youtube с вами Ваня и мы продолжаем играть в сборку fit the beast monster так ну сейчас мы в тестовом мире то есть в своем мире я уже построил гидроэлектростанцию ну как построил построить то построил только она не заработала поэтому я решил немножко поэкспериментировать сам разобраться вам немножко рассказать в общем сделал я себе вот таких вот вот называется гидрокинетик engine буду называть его гидроэлектростанцией то есть это вот один такой блок они стакаются в ряд соответственно выходная мощность увеличивается вот и собственно есть такая засада если мы просто поставим сюда вот такой вот двигатель так ну ладно давайте все таки расскажу по порядку то есть чтобы ему работать он должен располагаться вот так вот рядом с падающей водой и максимальная мощность достигается если вот этот столб воды 64 4 блока ну вот очень удобно использовать беллкрафтовскую лендмарку чтобы точно знать на какой высоте ну я сделал с небольшим запасом на всякий случай то есть вот здесь у меня источники воды расположены а это вот текущая вода то есть она падает и крутит вот эти лопасти так вот там у меня бесконечный танк со смазкой смазку можно подавать вот отсюда то есть соответственно все соединенные двигатели также будут смазываться вот видите там что получается 24 ведра каждом двигателе может быть 24 ведра смазки все то есть когда они не смазан они вообще не крутится не ломаются их можно в принципе поставить и спокойно ждать пока придет смазка только будет смазка они начнут крутиться вырабатывать энергию так ну давайте поставим сюда динамометр то есть вот эти вот 10 двигателей у нас вырабатывают 5 мегаватт энергии дикий момент но очень маленькая скорость то есть если мы прямо в таком виде подадим на вот эту вот ротейшнл динамо то есть это двигатель ну не двигатель генератор скорее которые преобразуют энергию ротари крафта в энергию термо экспэншн ты собственно не нужно подавать вращение на выходе будет redstone флангс так этот двигатель у него раньше он мог хавать абсолютно любое количество энергии спокойно выдавать то есть такая конструкция сейчас нам выдавал там порядка 700 900 redstone флакса что в общем-то неплохо так давайте уберем пока она мне мешала так ну давайте-ка посмотрим что же сейчас а сейчас она вырабатывает 46 эрэлотик все это потому он видит там лимит конверсия превышен то есть энергия пропадает в текущей версии мода как оказалось вот эти двигатели имеют лимит то есть он может принять 8192 радиана в секунду скорость и точно так же 8192 ньютон на метр момента то есть сейчас мы как видим момент 164 килоньютон короче дикий момент просто то есть эти двигатели они развивают довольно таки большую мощность но при этом очень низкую скорость имеют вот ну собственно чтобы нам это исправить ну хотя можно вот так сделать да так 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 давайте-ка знаете что сделаем сначала вам вот что покажу так как бы нам это показать то пусть будет так вам я вам покажу коробку передач то есть это называется коробка передач я бы за качество назвал это редуктором больше коробка передач который есть дверь две передачи понижающие и повышающие так скажем давайте ее поставим вот имейте ввиду что блин да плохо 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 смазку так где у нас я долго а ну ладно давайте коробку загоним смазку так есть ну про смазку чуть попозже расскажу вот мы поставили коробку по умолчанию то есть для того чтобы повысить скорость выдаваем этим двигателем я очень долго не мог понять почему так происходит вот есть то есть вот здесь один двигатель он сейчас не работает потому что у меня нет смазки и коробка проверим как она у нас стоит вот то есть она принимает энергию отсюда выдает сюда сейчас вот этот двигатель так нечего ты опять запутался давайте сюда давайте подадим на него смазку вот как вы видите коробка рванула такая вот грусть печали чтобы этого не произошло так давайте давай сейчас блин никак не привык играть в креативе так то есть очень важно после установки переключить ее в режим скорости по умолчанию она работает в понижающем режиме то есть еще больше увеличивает мощность грубо говоря но понижает скорость то есть чтобы это переключить нужно нажать shift правый клик отверткой потом чем-нибудь другим правой кнопкой кликнуть в интерфейсе можно видеть что теперь коробка в режиме повышения скорости так давайте в первую очередь обязательно нужно залить масло в коробку так заливается она только сбоку можно ведром заливать кстати вот все есть так и теперь подойдем вот видите ничего не взорвалось теперь можно посмотреть сколько у нас теперь на выходе теперь у нас 32 на 16 видимо будет 512 рд в секунду и один ну 1000 ньютон на метров момента то есть принципе вот это уже она один двигатель 1 9 можно быть и так можно было подключать конечно так но давайте все таки немножко разберемся с физикой процесса так оказывается у всех материалов есть определенная прочность то есть вот тут у нас была алмазная коробка и она может принять шестьдесят девять тысяч ньютон метров максимум и выдать кстати тоже и ну радианов секунду нас особо не интересует но в принципе тоже если вот это значение превысить она лопнет так 955 тысяч радиан в секунду это нормально но вот момент в общем что у нас происходило когда мы ее запускали в режиме повышения мощности то есть вот этот двигатель он нам выдает а мы здесь момента не видно ну блин ну давайте снесем так вот 16 умножить это на 16 и что у нас получится ну явно больше 70 тысяч ньютон на метров 70 тысяч ну да поэтому собственно коробка и рванул потому что на выходе у нее получилась энергия больше чем она может преобразовать так теперь что же нам делать с этими с нашими десятью то есть вот алмазная коробка в режиме повышения скорость может выдержать только четыре таких двигателей то есть если будет пять то она уже то есть входная энергия так ну давайте раз две три четыре давайте вот эти два сломаем и поставим динамометр так вот видите шестьдесят пять тысяч если мы сейчас добавим еще один двигатель а ему надо смазку добавить почему он не работает а может быть вот правильно надо развернуть то есть что мы видим 81 то есть здесь на входе уже алмазная коробка не выдержит тут есть еще бодроковые такие вот вещи бодрок добывает специальной машиной собственно этими она займусь в своем мире то есть что так нет никакой информации ну ладно посмотрим здесь то есть что у нас по бодроку то есть у него бесконечность то есть он может принимать и выдавать любую энергию то есть соответственно если мы хотим а мы естественно хотим получать очень много энергии больше чем вот это вот все может нам дать так ладно давайте покажем как же быть так раз два три вот это удалим и поставим так раз два так а может одной хватит может быть хватит одной посмотрим так где то у меня было ведро смазки да есть то есть в алмазную коробку можно вот так вот ведром залить смазку и насколько я помню она нисколько ее не тратит так переводим в режим повышения да и развернем наш динамометр и так что мы видим на входе 65 536 на выходе 512 то есть все собственно в пределах то есть в пределах для того чтобы вот этот двигатель мог их хавать и смотрим сколько же мы получим теперь энергии с этого двигателя 372 уже неплохо уже неплохо но ну хотя ну а чё халявная энергия то есть ну в принципе не проблема такой энергии с магматик динамом получить но им нужно скормить лаву постоянно вот соответственно здесь тот же самый двигатель нам выдает 46 рф затек потому что идет превышение его лимитов собственно получается что как бы на начальном этапе ну кстати я бы не сказал что бодрок добыть так трудно и возможно имеет смысл сразу с этим заморочиться и иметь возможность как бы уже просто наращивать вот эти вот двигатели если нужна большая мощность ну вот соответственно смотрим смазка не тратится все остальные более низкого уровня коробки передач они там есть ну соответственно деревянная каменная стальная то есть деревянные тратят больше всего смазки это чуть поменьше чуть поменьше алмазные вообще не тратят став бодрок вы даже смазку заливать не надо хотя интерфейс там есть не знаю зачем ну в общем вот сетап такой базовый то есть коробка передач в режиме повышения 4 гидрокинетик энжена и вот этот преобразователь который нам выдает ну почти энергию сравнимую для с этой с харденда там реже цел соответственно и провода нужны харденда так ну здесь у меня креативная индастри койл индустриальная катушка так вот она настроена скорость 8192 предельная для вот этой вот динамо ну и тут я чуть чуть уменьшил то есть здесь тоже можно писать 8192 то есть это как бы вот полный предел этого двигателя и что же давайте посмотрим что что он нам выдает то есть это я настроил чтобы он выдавал 10000 RF за тик то есть насколько я знаю для термоэкспеншн это предел то есть самая крутая энергоячейка может принимать и выдавать 10000 раз что он за тик и самые крутые провода могут проводить 10000 раз что он за тик ну ну как бы вот такую мощность с гидрокинетик энженов то есть вот весь вот этот вот ряд он нам выдавал что-то около двух с половиной тысяч раз что он за тик если его сделать вот их нужно очень много не думаю что это рационально так ладно соответственно у нас 10 вот этих вот вот видите наш коробка рванула то есть 10 то есть как же быть с десятью с десятью что-то будет делать то есть здесь уже не обойтись без второй коробки передач нет давайте чтобы было наглядно здесь тоже поставим динамо здесь поставим коробку и на выходе поставим динамо так вот как вы видите она по умолчанию тоже в режиме понижения скорости то есть 32 в 16 раз меньше 12 давайте переключим так вот у нас 512 теперь мы 512 еще на 16 не понял ага вот то есть две таких коробки и вот эти вот входные 32 радиана в секунду нам как раз дают 8000 радиан в секунду то есть лимит для этого двигателя но при этом очень сильно конечно крутящий момент понижается ну как бы это логично в принципе это хорошо то есть вот эти вот две коробки они нам как бы решают проблему перегрузки этого двигателя и вот он нам выдает 931 RF ZATIC соответственно если бы у нас так вот здесь вот то есть если бы мы вот в это место поставим двигатель то есть вы видели там крутящий момент 10000 то мы будем терять энергию ну в принципе 745 но часть энергии просто уходит в пустую то есть уже неплохо но соответственно если мы здесь поставим то мы опять же получим те самые 42 которые нафиг нам не нужны вот то есть в своем мире я буду делать вот такой вот сетап потому что у меня уже установлен 10 вот этих вот двигателей к ним поступает смазка не уверен что ее будет достаточно но тем не менее так ну и как когда быть бы друг это я уже покажу в своем мире то есть я уже все необходимое для этого заготовил так этим и займемся так давайте еще то есть вот здесь я посмотрел на солнечную энергию так скажем да смотрите она даже ночью что-то генерит так у нас как раз осталось немножко времени так давайте я про это немножко и расскажу тоже 124 ну ничего так у нас что-нибудь есть тут давайте попробуем землю поставить да недостаточно но я вот видите здесь загораюсь то есть это что у нас то есть вот это вот называется ага неправильно показывать ну ладно короче вот эти вот штуки солнечная башня они что ли называются то есть в нижнюю нужно подавать воду и на всякий случай лучше подавать вот трубами из мода Rotary Craft потому что ну я сам не проверял то есть но при большом количестве вот этих зеркал здесь вот все будет гореть плавится превращаться в лаву то есть в принципе можно даже один чувак сделал генератор лавы то есть ставится кабл стон кабл стон превращается в лаву он там всасывается помпы и довольно таки быстро на халяву получаем лаву кстати а может быть я тоже сделаю вот и соответственно если здесь использовать трубы термоэкспэншн они точно так же могут превратиться в лаву вот ну как сказал тот чувак что вот эти вот трубы не плавятся и я думаю это правда я пробовал подавать воду вот отсюда то есть она вроде как поступает вроде как все работает но дико глюч то работает то нет то есть непонятно все так можно кликнуть и здесь видно что то есть башня 6 блоков активных ну вот этот первый он нужен но он не считается активным то есть минимум два блока нужно чтобы это все работало вот и 79 зеркал то есть вот когда я воду подавал оттуда он иногда мне писал что 0 зеркал и вся вот эта конструкция не работала зеркала то есть зеркала обязательно должны как бы стоять рядом с этой башней то есть вот эти вот все зеркала они как бы соединены с ней через то есть если вот например не знаю вот вот так вот вот тут будет стоять зеркало оно не будет работать оно обязательно должно быть как бы вот соединено ну соответственно если мы вот здесь вот сейчас всю башню отсоединим то есть вот так вот мы оставим хотя бы одну связь вот видите есть 67 зеркал а вот так уже 0 зеркал то есть это наш набор зеркала зеркал должен обязательно соединяться с этой башней и в башню нужно подавать воду и энергию она выдает снизу ну вот здесь я просто поставил сразу этот двигатель тут ничего особо не отображается в принципе здесь можно ставить валы там куда-то дальше передавать так динамометр мы сюда не поставим так просто ну так можем посмотреть а ну да мы зеркала сломали ну она выдает скорость 1024 радиан в секунду и мощность зависит от количества зеркал высоты башни тут тоже есть свои тонкости которые к сожалению до конца не изучил ну примерно так то есть до скольки то тут как бы можно наращивать башню но потом мощность не будет расти или не будет считаться вот эти вот блоки то есть количество зеркал оно в какое-то отношение имеет вот то есть если хотите больше башни нужно еще дополнительно зеркал вокруг расставить как то так ну как бы особо я тут не ковырял с этой только вот построил попробовать посмотреть вообще что это и как работает столкнулся с кое-какими проблемами и а потом увидел небольшие пояснения вот попробовал да действительно вроде как проблемы решились ну я думаю мы вот эту энергию уже собственно в нашем летсплее изучим вот наверное на этом все вроде ничего не забыл все что хотел рассказал да что же надеюсь вам понравилось надеюсь я понятно объяснил что тут к чему в этом моде всем спасибо за просмотр подписывайтесь комментируйте ставьте лайки увидимся в следующей серии Продолжение следует...